друзья всем огромный привет вы снова на канале ранчо санчо сегодня судя по названию видите популярный обед или ужин 80 90-х годов почему так я скажу не обязательно это было у всех но просто по опросу моих знакомых который тех можно сказать времен готовили так это быстро просто калорийно классно краковская колбаса жирненькая хорошенькая много попробуйте о великолепно под копчененькая нарезаем вот такими вот колечками кстати давайте снимем лучше кожицу а потом будем нарезать друзья начал скажите краковская колбаса нравится мне кажется она всегда была вкусным не ну и есть кто может испортить но так вообще великолепно друзья выкладываем колбаски масло не добавляем потому что здесь есть собственный жирок который будет вытапливаться теперь поджариваем краковскую колбаску видите сколько вытопилось жирка поэтому масло добавлять не надо как я и говорил и зажариваем колбасу до такой вот румяной корочки и принципе все следующие ингредиенты достаточно простые понадобится репчатый лук его нарезаем полукольцами хотите можно перышком вот так вот нарезать вот она зажаристая получается мы ее отсюда достаем лишнее масло пытаемся слить и обжариваем здесь лук кстати мне часто говорят что блин ты готовишь там в казане и все остальное эти все рецепты можно свободно готовить дома обжариваем лук и нарезаем морковь если у вас морковка вот такая вот узенькой то здесь мы нарезаем вот прямо вот колечками там где она уже широкая нарезаем на полу кольц когда лук вот так вот поджарился стал мягеньким отправляем сюда морковку и также вместе 35 минуток обжариваем болгарский перец почему простое блюдо потому что здесь просто есть овощи немного миска и картошечка зажаренная вкусно это же здорово удаляем семечки и нарезаем на тоненькие полоски друзья удобные вот такие вот барбекю печи от компании барбекю центр . рф я вам рекомендую их изготавливаются они из шамотной глины выдерживают 1200 градусов вы можете выбрать себе какой захотите у них кстати появились еще из белого цвета у меня желтого собираются очень просто снег дождь и солнце не страшно у меня стоял это два или три года под открытым небом теперь под крышей небольшой уход и классно собирается это буквально за один за два часа есть очень прекрасный стол гриль вот такой вот я уже не первый раз говорю я мечтаю таком стол гриль когда вы всели шесть человек посередине мангальчик вы пожарили сам себе кто что хочет вот это вот такая вот штука друзья доставка по всей россии заказывайте проходите внизу ссылочка будет вот здесь вот тоже выскакивает смотрите приценивайтесь а также есть казаны шампура и много 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 другое что вам прям пригодится а я дальше готовить а еще друзья удобно то что здесь много рабочей поверхности не то что дома всегда не знаешь куда что поставить здесь вот так же накидал и классно все и стол есть что захотите а теперь добавляем перец и также слегка это все обжариваем в течение трех минут овощи в полу готовности достаем выкладываем и теперь следующий шаг это будет пожарить картофель как нарезаем картофель здесь в принципе как вы захотите можете брусочками полосочками вообще я это сделаю проще вот знаете как мы на суп режем вот так вот на половинке а потом просто потоньше пускай мне вот сегодня такая будет жареная картошка для жарки картофеля нужно чуть-чуть будет побольше масла потому что картошка жарится как раз в масле отправляем и даем масло раскалиться и отправляем жариться картофель друзья главное когда жарите картофель вот так вот опустили распределили и не трогаем дайте ей зажариться вот через пять минут посмотрите не рано еще вот так вот посмотрели так они уже кое-где потихонечку начинает но пока не трогаем давайте еще минутки две подождем вот сейчас будет самое то перевернуть вот она зажаристая хорошая корочка перемешали и опять не трогаем даем опять поджарить друзья и вот второй раз переворачиваем видите она прям хорошо поджаренная а теперь уже можно доготавливать ее в принципе крутить почаще за шкваринки вот эти вот три жаренки мы картошки придали друзья картошка уже практически готова а это значит что мы сюда добавляем все следующие ингредиенты это зажарка и колбаски теперь это все нужно посолить и поперчить специи здесь больше никаких не нужно но помните колбаски сами по себе они уже соленые поэтому соли не переборщите немного черного молотого перца перемешиваем и просто доводим до готовности чтобы картошка у нас была готова просто я и говорил легкое простое блюдо калорийное питательное поел и целый день бодрствуешь друзья когда блюдо уже вот-вот она готова перемешиваем один раз убавляем огонь либо вообще выключаем накрываем это просто все крышкой и дайте постоять минут 10-15 и уже последний завершающий штрих это взять немного петрушки нарезать мелко и посыпать друзья ну что лайк кто помнит такое блюдо либо просто любит жареную вкусную картошечку класс овощички чуть-чуть миска картошка жареная друзья ну и вот это вот накалываемся на вилочку колбаски стали плотные за счет того что они зажарились картошка зажаренная классная это просто объедение друзья обязательно приготовьте но честное слово просто легко доступно а кто-то вспомнит свою молодость не забывайте про комплексы про лайки и комментарии всем до новых встреч до новых вкусных видео пока